Всем огромный привет! Хочу поделиться своим заказом с сайта с фармакосметика. Это центр здоровья кожи. В этот раз мне снова предоставили возможность сделать заказ и выбрать те продукты, которые я бы хотела потестировать, попробовать и поделиться со своими зрителями. Так как вы знаете, не так давно я делала заказ уже на этом сайте и заказывала вот такой набор от Виши. Крем Идеалия. Это для преображения качества кожи. В него входил дневной крем, ночной крем и для контура глаз крем. Понравился мне очень этот набор и в этот раз я решила не уходить далеко от этой фирмы, от Виши и заказать несколько средств для очищения лица. Ну и давайте посмотрим, что же я заказала и что было в моем заказе. Обязательно все ссылки на каждый продукт я оставлю, как всегда, под видео. И сейчас попробую дать свою оценку тому, что я потестировала. Первое, что было в моем заказе, это мицеллярный лосьон для снятия макияжа с лица и глаз. Три в одном он идет. В нем, почему три в одном? В него входит очищающая вода, успокаивающий лосьон и средства для снятия макияжа с глаз. Для чувствительной кожи глаз без парабенов. 200 миллилитров. Очень эффективно очищает кожу. Действительно, этот лосьон очень бережно снимает макияж. Никакого раздражения. Даже, как заявлено на сайте, борется с отечностью. У меня отеков нет, поэтому тут я ничего сказать не могу. И благодаря тому, что у него есть содержание вот этой термальной воды, и в него входит экстракт лепестков гальской розы, благодаря этому он имеет успокаивающее действие и снимает раздражение. Совершенно не сушит кожу, не раздражает слизистую глаз, что очень важно. Потому что я даже специально на ватный диск наносила побольше средства, когда смывала макияж с глаз, открывала глаза, моргала ими. Действительно, не раздражает. И самое главное, нету даже слезивости, слезоточивости. Правильно сказать, да? Ощущение, что просто смываешь водой, но смывает идеально. Макияж смывается хорошо этой термальной водой. Мне понравилось. Единственное, он не предоставляется для, в общем, не для водостойкой туши, например. Водостойкую тушь не смоет. Или водостойкие, может быть, лайнеры, подводки, то тут вам придется потереть или воспользоваться чем-то другим. Он подходит даже для тех, кто носит линзы. Нету масел, не содержит красителей, не содержит отдушек. Гипоаллергенен. Осталась я довольна. Несколько раз я уже смывала макияж. Видно, тут расход совсем небольшой. Один ватный диск, один глаз. Два ватных диска, соответственно, да, два глаза. И расход действительно небольшой. Чуть-чуть средства и умывает прекрасно. Довольна. Осталась довольна. Средство замечательное. Взяла не зря, не жалею. Следующее средство, которым я тоже осталась довольна, уже сразу могу сказать. Это тоже Више. Это линейка Пёрти Термаль. Совершенствующий тоник. 200 мл в нем. Тоник завершает процедуру очищения кожи. Он идет после мицеллярного лосьона. Мягко очищает все остатки загрязнения. Макияж, если уже вдруг там по лицу где-то что-то остался. Тоже все удаляет прекрасно. Тонизирует хорошо, увлажняет хорошо. Придаёт ощущение свежести и мягкости. Никакого спирта этилового в нем нет. Вообще, что я хочу сказать про этот тоник. Раньше у Виши было два тоника. Был лосьон-тоник увлажняющий для сухой и чувствительной кожи. И был освежающий для нормальной и смешанной кожи. Теперь у них эти два тоника соединились в один. Он стал и увлажняющий, и освежающий. И подходит для всех типов кожи. Вокруг глаз, естественно, надо избегать. Это не мицеллярный лосьон. Это всего лишь тоник. И поэтому область вокруг глаз не трогаем. Тоник прекрасно работает и замечательно делает свою работу. Тоже осталось довольно. Как, впрочем, и третьим средством, завершающим, также пёртый термаль, Виши, пенка для умывания, увлажняющая. У меня вообще эта пенка очищающая, придающая сияние. Но вот я успела заказать последнюю. Она уже была, видно, сейчас поближе. Она уже была в новой упаковке. Но теперь компания Виши сделала ребрентинг гаммы для очищения. И издала новую пенку. И ссылку я дам уже на новую пенку. Потому что вот этой у них уже нет. Есть более улучшенная. И более, в общем, лучше, чем эта. Поэтому я буду говорить про ту. Но то же самое можно сказать и про эту. Она мягко очищает, увлажняет, возвращает кожу. Свежесть и сияние. Так говорится на сайте. Да, это так. Но что мне, девчонки, понравилось. Она, ладно, бережно, мягко очищает кожу. Макияж снимает хорошо. Я даже пробовала. Один глаз я мицелляркой смывала. И второй глаз решила смыть пенкой. Практически они сделали одно дело. Но единственное, мне мицелляркой понравилось больше. Потому что не надо несколько раз там умываться. Пенкой пришлось два раза. Потому что карандаш от Эйва, он такой достаточно стойкий. Еще и с блесточками. Поэтому вот пенке тут пришлось немножко потрудиться. Но в целом никаких остатков макияжа на лице не было. Ни после мицеллярной воды, ни после пенки. То есть она прошла для меня на ура. Свою. Мой опыт, в общем. Тестирование. Что еще можно сказать про эту пенку? Вы знаете, у нее такая текстура. Я впервые столкнулась с такой. Вот бывает пудра. Или румяна бывает. Вот настолько нежная текстура. Гладишь пальчиком. И ощущение, что там шелк. Как будто пальчиком по шелку. Вот у пенки такой же эффект. По лицу как будто какое-то что-то шелковое такое наносишь. И когда смываешь эту пенку, шелковым становится лицо. И там на сайте я была удивлена, когда прочитала. Они сказали, что поверхность кожи становится более гладкой и однородной. Да. Вот я по-другому не могла придумать, как вот это назвать. Вот то, что у меня с лицом-то происходит. Какая она нежная и гладенькая. Тем более, если учесть, что возрастная у меня кожа. И вот это вот гладкое и однородное. Это что-то такое для меня уже чуть-чуть забытое. Очень понравилось действие. Кто хочет, попробуйте. Потому что это действительно классное средство. И я рада, что я с ним познакомилась. Также большая с плюсом пятерка. Ну и еще я решила, наверное, больше для сравнения протестировать. Я про Виши мало что слышала раньше, но вот тоник для Рош Позе я слышала уже хорошие на него отзывы. И я подумала, да, я все-таки раз уже такая возможность есть, что-то потестировать. И сайт любезно мне предоставила эту возможность. Ну, дай-ка я попробую и этот тоник, и заодно сравню эти два тоника. Вот от Виши и от для Рош Позе. У них ценовая категория похожа. Даже от Виши, по-моему, рублей на 50 подороже идет. Но я говорю, я ссылки оставлю. Вы пройдите, посмотрите. Потому что то, что я говорю, это мало. Там описание больше. Есть отзывы других людей, которые тоже пробовали эту продукцию. И также оставляют под каждым средством свои отзывы. Что можно сказать про этот тоник? Этот тоник физиологический, успокаивающий, увлажняющий. Подходит для всех типов кожи. В нем тоже 200 мл. Обещает тонизировать. Не содержит мыла, не содержит спирта, без красителей. Девчонки, я сегодня... Простите, я второй раз снимаю. Первый раз у меня почему-то не записалось. И поэтому я сейчас снимаю второй раз то же самое. Я эти тоники сначала день один, день второй пробовала. А потом поняла, что чего-то я не чувствую разницы между ними. Они очень похожи. А сегодня решила пол лица одним протонизировать. И пол лица вторым протонизировать. Вы знаете, трудно понять где какой. То есть на лице практически как будто я одним ватным диском работала. Я не увидела сильной разницы. То есть как тот классный, так и этот классный. Поэтому так же пятерка с плюсом. Я честно говорю свое мнение. Если средства классные, то они классные. Поэтому я не делаю никакую рекламу. Хотите берите, хотите не берите. Но девочки, честное слово. Средства классные. Давайте я покажу крем для рук. Взяла я вот такой. Либридерм. Это восстанавливающий крем для рук с календулой. 75 мл. Вот так, да? Правильно. Сама туба выглядит вот так. Давайте я чуть-чуть подоклоню. Туба выглядит вот так. Крем. Очень люблю вот такие вот носики узенькие. Сейчас я... Вот, чисто белый. В меру он... Сейчас. В меру густой, не жидкий. Разносится хорошо. Распределяется прекрасно. Что мне понравилось в этом креме, это то, что он идет... Вот он такой. Он идет и для рук, и для ногтей, и для кутикулы. Он восстанавливающий. Уход универсальный. Экстракт входит в календулы. Входит масло виноградных косточек, витамин С. Ну вот я распределила. Нету жирного блеска. Нету никакой пленки. А вот питание, увлажнение сразу чувствуется. У меня руки не проблемные, девочки. Поэтому я не могу сказать, справляется ли, как вот лечебное. Когда ручки требуют ухода более глубокого. Этого не могу сказать. Крем понравился. По аромату. Вы знаете, очень похож на аромат вербены. Календула, я не знаю, не помню, если честно, как пахнет календула. Но вот на аромат вербены, кто фаберлик заказывает, вот что-то похожее, как цитрусами. С кисленькими цитрусами, лимонами, лаймами. Вот чем-то таким как будто пахнет. Неплохой крем. Я не знаю, вот цена-качество. Потому что он все-таки, по-моему, чуть дороже 300 рублей стоит. Вроде бы. Да, чуть-чуть подороже. Но понравился. Я мало слышала... Нет, я слышала о компании Либридерм. Но, честно, не пробовала у них ничего еще. Вот это первое, что я потестировала. Ну, давайте дальше. Как мне кажется, к не менее интересному перейдем. Я решила попробовать отбеливающие средства для зубов. Я всегда пользуюсь пастами отбеливающими. Потому что мои зубки всегда нуждаются в какой-то более сильном уходе. Потому что эмаль не белоснежная. И я всю жизнь борюсь, чтобы они как можно светлее, белее выглядели. И, в общем, решила я их тут потестировать. Начала я с зубной щеточки. Все средства были от компании Рокс. Вот такая отбеливающая. Немножко буду подкашливать и дальше. Вы уж меня простите. Немножко першит горло. Сейчас страшная эпидемия гриппа везде. Мы не заболели. Но, к сожалению, вокруг нас очень много людей болеют. И болеют не слабо. У нас город такой опасная зона. Вот такая отбеливающая зубная щеточка. Сейчас покажу поближе. Поближе она выглядит, наверное, вот так лучше показать. Так, название. Вот так она выглядит. Знаете, девчонки, она настолько простая. Кажется, ну, вроде компания такая, фирма крутая. Но вот в ее простоте есть много чего интересного. Я не просто так щетину показываю. Тут в щетине весь, в общем, вся суть заключается. Она интересная такая, скошенная. Ну, давайте я уже расскажу, что же такое эдакое в этой зубной щеточке. Она идет отбеливающая, да, как я сказала. У нее специальное волокно имеет полимерное покрытие с включенными в него кристаллами карбоната кальция. И это существенно повышающая, очищающая эффективность щетины. В общем, это я вам прочитала то, что написано на сайте. То есть, получается, вот в этих вот щетинках включены кристаллы карбоната кальция. И вот эти карбонаты кальция, которые обволакивают эту щетину, эту щетину, они вот как бы и работают на отбеливание, на более тщательное отбеливание зубов. Само волокно щетины сделано в Германии. Это вот сайт как-то выделяет. Наверное, что не Россия, да. Это как плюс, это щеточки. В целом, мое мнение, щетка хорошая. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вот сзади было бы что-то для чистки языка. Но нету так нету. Пользуюсь уже такой. Пользуюсь я ей уже вот пока тестирую зубные пасты. Только ей. Нравится. Ну и по зубным пастам пошли. Первая зубная паста. Выглядит вот так. Отбеливающая зубная паста с активными гранулами. На коробочке вот такое обещание, что эмаль светлее на полтора тона за одну неделю должна стать. Кладем сюда. Выглядит туба вот так. Сама паста выглядит вот так. Ну, видно, да, мне кажется? Она достаточно такая густая. Пахнет. Ну, такой свежий аромат, мне кажется, как мяты, наверное. Аромат мяты. Ну и что заявляется на сайте про эту пасту? Ну, даже не на сайте, как бы, а, получается, сам Рокс, да, что заявляет. Она не содержит фторидов. Не содержит лаурилсульфат натрия. Не содержит парабенов, триклозана, хлоргексидина. Ничего этого в этой пасте нет. Это хорошо. Эффективно она борется с поверхностными окрашиваниями. Возвращает эмали здоровье и блеск. Помогает предотвратить образование налета и пигментации. Вот мне понравилось то, что все, что поверх, она борется поверх зубов. В глубину она зуба не лезет. Но обещает все, что кофе, чай, налет, все это начисто убирать. И, как бы, максимально выбеливать по возможности те зубки, которые у вас есть. Да, все она это делает. То, что в ней нет никаких этих лауридсульфатов, нет никакого фторида, фтора, ничего этого нет. Это хорошо. Понравилась мне эта зубная паста. У нее пенищая способность средняя. Она не ядовита такая, ядреная. Нормальная на вкус. Не знаю, вот одни плюсы. Вот у этой пасты одни плюсы. Она мне понравилась, я ей пользуюсь. Заметила ли я отбеливание? Ну, об этом я, наверное, больше скажу уже в пустых баночках. Но на данный момент мне мои зубы стали нравиться. То есть, действительно, максимально, что она может делать, она делает. Зубы свежие, чистые. На вечернюю чистку иду зубов. И ощущение, что я их чистила совсем-совсем недавно. Нету потребности прямо вот, чтобы быстрее бы мне на ночь почистить. И уже бы зубки опять заблестели. То есть, достаточно длительное время она работает. Следующая зубная паста, которую я тоже решила попробовать. Вы знаете, честно, брала с небольшой опаской. В первой зубной пасты было 74 грамма. А вот в этой всего 60. Хотя, вот если посмотреть, туба тут намного больше. Ну, сейчас увидите. Давайте вот сюда ее положу. Может, чуть-чуть отъехать надо. Вот так. Так, где она у меня? Вот такая большая туба. Это паста ROX PRO. Кислородное отбеливание. Ну, как я сказала, 60 в ней грамм. В ней, вот, наверное, вот такое количество. А все остальное тут пустышка. И это неспроста. Глубинное отбеливание эмали. Применяется в качестве дополнения к зубной пасте деликатное отбеливание. Ну, я ту не брала, я взяла только эту. Благодаря свойствам активного кислорода отбеливает эмаль на поверхности и в глубине. В среднем на 2-3 тона. То есть, как бы обещания более крутые, чем у предыдущей пасты. Потому что изнутри обещают еще, да, почистить. На ней прямо на тубе уже написано, что она без консервантов, без красителей, без фтора, без парабинов, без лаурил сульфата натрия. Да, тоже этого лаурила нет. Один курс 4 недели. Объем тубы значительно превышает объем зубной пасты, что обусловлено особенностями рецептуры. Возможно вздутие тубы. Она не зафольгирована и об этом тоже предупреждалось, что нельзя ее фольгировать и также из-за рецептуры. Держать ее только вот в таком положении. Обязательно использовать на влажную щетку, чтобы не на сухую. Тогда вот этот кислород начинает действовать. Не больше одной горошины. Вот так вот. Вот такая зубная паста. Что я про нее могу сказать? Мне она больше напомнила лекарство. Не паста, а лекарство. Она не пенится. Чистить ее надо не меньше трех минут. Зубки. Потом что могу еще сказать? Вот это ощущение лекарства горечи какой-то. Знаете, как будто таблетку только что разжевала и вот во рту горечь осталась. Вот такая она на вкус. И поэтому, когда ее чистишь, ощущение, что ты не зубы чистишь, а на самом деле какую-то процедуру лечебную совершаешь. Как у стоматолога, знаете, такое ощущение. Но в целом мне понравилось. На 2-3 тонны, конечно, мои зубы пока не побелели. Но я и пользуюсь ней 4 недели. Поэтому либо отдельным роликом сниму ее эффект. Либо я в пустых баночках, потому что это правда интересно. Либо в пустых баночках я об ней расскажу подробно, что за паста, как понравилась и действительно ли она на мое восприятие отбелила или нет. В общем, мое мнение, да? Правильнее сказать. Девочки, я хочу еще поближе показать вот эту пасту. Вот здесь внизу инструкция, потому что она, наверное, важна. Способ применения и очень важная информация, что не применять лица моложе 18 лет. Решила это тоже показать. Ну и теперь последнее, что я показала еще. Так как я в последнее время очень люблю всякие бальзамы для губ, пользуюсь ими с огромным удовольствием. Решила заказать ЕАС. Так он, кажется, называется. Взяла я новинку. Это аромат кокосового молочка. Выглядит бальзам вот так. Очень-очень вкусно пахнет. Действительно, вот чисто кокосовым молочком. Вот эти бальзамы ЕАС, они идут уже с новой формулой. У них немножко изменился дизайн. Раньше туба была однородного цвета. Теперь она такая разноцветная. Видно, да? Вот так оно смотрится. На 99% он состоит из органических ингредиентов. Увлажнение, питание дает. Его можно наносить как базу под помады. Приятно на губах. Аромат, когда разговариваешь, даже сама чувствуешь, что очень приятный. Я, когда ребенку мазала губки, он со мной разговаривает. Ощущение, что вот этот вот аромат сладких конфет. Прям вот при разговоре, при дыхании я чувствую вот этот аромат вкусных конфеток. Поэтому приятно действительно людям общаться с теми, кто пользуется такими бальзамами. Он очень-очень освежает получается дыхание и делает вот такой конфетный приятный аромат. Классный бальзамчик. У него единственное, никакого привкуса нет. Но если язычком провести по губам, то почувствуете, конечно, сладость. То тогда он будет ощущаться. Но вот при разговоре, при том, как он на губах находится, вот этот вкус не лезет в рот. Как бы так можно сказать. Есть бальзамы для губ, которые покрасишь, и вот они сразу чувствуются, как будто в рот попадает вот эта какая-то сладость. У этого бальзама не так. Вот если только уж конкретно там попробовать язычком на вкус, тогда чувствую, что да, немножко сладковатый есть эффект. Но в целом, когда красишь, мажешь губы, то ничего не происходит. Все замечательно. Губки напитанные, приятные. У меня губы не проблемные, поэтому я не знаю, будет ли он бороться с какими-то несовершенствами или нет. Бальзам понравился очень. Я осталась им довольна. В нем, так, сколько в нем грамм? USA, открытым 36 месяцев, аж 3 года можно использовать. А вот вес я что-то и не вижу. 6 или 7, по-моему, в нем грамм. Вот, понравился. Вообще, правда, класс. 7, 7 грамм. Вот тут внизу в уголку написано. В нем 7 грамм. Классный бальзамчик. И малюсенький такой подарок мне прислали. Вот такой бальзам Клоран. Так, что это за бальзам? Нет, тут я, наверное, не увижу. Но вот у меня здесь написано. Пробник Клоран, бальзам-ополаскиватель с воском магнолии. Для интенсивного блеска волос 10 миллилитров. Ну, попробую. Расскажу уже в пустых баночках. Сейчас пока не успела потестировать. Но обязательно протестирую ближайшее мытье головы. И потом вам расскажу, как он мне понравился или нет. Вот такой был у меня замечательный заказ. Я не знаю, мне понравилось абсолютно все. Единственное, что еще зубные пасты буду тестировать дальше. Про них еще не могу в полной мере все сказать. Потому что курс 4 недели нужен. Но я думаю, о них я подниму еще разговор. Виши очень понравился, Лерош Пазей очень понравился, Тоник. Я все свое лицо. Я даже сегодня обработала лицо, когда все. И кремом специально сижу, не наношу. Вот сколько уже, час назад. Ничего не стягивает. Вот как будто я уже крем наносила. То есть комфортно лицо, ничего не сушит. Все прекрасно и комфортно. Мне это очень нравится. Вот такой был шикарный заказ. Повторюсь, ссылки будут все под видео. Огромное спасибо сайту Фармакосметика за предоставленную возможность это все тестировать, пробовать. Потому что не всегда предоставляется возможность что-то купить и попробовать. А тут возможность мне дал сайт. Спасибо всем, кто был со мной. Простите, если где-то был не точный фокус. Если где-то я подкашливала, потому что здоровье немножко подводит. Но надеюсь, вы на это не будете обращать сильно внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Если я кого-то заинтересовала, я рада. Проходите по ссылкам, смотрите на сайте продукты. На самом деле там огромный выбор и много всего интересного. Я каждый раз захожу, и у меня глаза разбегаются и начинаю смотреть одно, второе, третье. Много чего хочется. Много попало в хотелки. Именно уже увидев на сайте то, что я не видела еще и в обзорах у многих девочек. Действительно сайт интересный. Ну, на этом заканчиваю свою болтовню. И всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok